А вот, слушайте, как раз, как раз, ставим следующее видео, там заказано 10 минут, смотрим, я и со списком успею разобраться, вот, охуенно. Идем дальше. Зови авиацию, флот зови, я всех выву, я когда в армии служил, я, суки мусорские, я вам один бал в Яндекс такси поставлю, валите отсюда, пока ноги не переломал, ты че, падла, нам угрожать будешь, Чупа, а ну доставай шокер, щас, Олег, на счет три даем ему пизды, все вместе, раз, два, три, застал, охуенно. Нет, я сердечко. Ладно, пойдем пивка попьем. Убрау, у меня нельзя током. Да, ногтемская игра, сценарий Месси в нападение ставить. Да, я, я не смотрю нихуя, я донаты разбираю. И схему 4, 4, 2, забьет за Барселону Месси, а мы курительные смеси. Базаришь. Ну че, епта, где это барбершоп, пацаны? Я уж оброс, как барбос. Линия фронта сдвинулась. Мы были вынуждены отступить. Фашисты ебаны. Выгнали нас нахуй, бомба. Не будет у тебя теперь стрижки, как у Вани Урганта. Забей, у них даже готовой сети нет. Какое же ты тупое ебло, Чупа! Пацаны, епта, в каком веке живете? Есть уж давно железный варик, как можно в плойку поиграть. В общем, смотрите, всякие пиздюки устраивают открытые вписки и выкладывают их адреса ВКонтакте. Мы сейчас найдем таких лохопедов, завалимся, отожмем у них плойку, выпьем их бухло, трахнем их тёлок. Вопросы ещё есть? Есть. А че такое ВКонтакте? Тебе не похуй ебло ты, блять, тупое! Двигаем! Блять, мачку побибикай, мудила! Я тебя полону в следующий раз залью! Чупа, блять! Клин, че там по адресу, а? А, сейчас. Так, открытые... Так, идём дальше. Города Октябрь. Блять, че, пустя, че, тут урок литературы, что ли? Не знаю. Блять, я занят, я водитель. Блять, просто, блять, адрес прочти, и всё. Ковиздокер. Красно... Красно... Да что? Красно... 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 Что там, Красноульца? Вроде как. Ну так погнали, епта! Ух! Ух, ух, ух! Вроде приехали. Тринадцатая квартира должна быть. Ребят, мне нравится мне тут. Плохая энергетика здесь. В селе твоём плохая энергетика, колхозник ёбаный. Пойдёмте в фифу играть. Бомба! Не забудь на сигналку поставить. Заказано полностью, если что. То есть, смотрим до конца. Если, конечно, не прилетит донат на скип. Ух ты! Чёёёк, где у вас тут PlayStation 4? Привет! Ух ты! Совсем плох! Ему бы пивка! Ща, Олег, я гляну. Чё этих чекушей по алкоголю есть? Хм! Ребята, ребята, мне тут не нравится. Ребят! Хули, тебе тут не нравится, дебил? Фетифически. По кошке соскучился! Здесь какая-то плохая энергетика, я чувствую это. Ребята. Ох, это же самое прекрасное место на земле. Ты только осмотрись. У них даже готова сидеть. Нет, пошлите домой. У меня сюда, если ты еще раз, будешь мне мешать играть в фигу. Можно паузу. Так. Растрирую! Свободен! Цель оправдывает средства платье. Хуен. Дайдем дальше. Красное вино. Так. Аша уе по пуша, шапоша, мфе, кауе по деск. 153 ссылки. Ну, давайте ядерную братву въебем, а я пока со ссылками разберусь. Что, красное вино? Мы что, блядь, церковь, что ли? Можно ссылку на фигу? А, блядь, точно. Так. Копи. Линк. Сейчас я тебе отправлю в личку здесь эту хуйню, чтобы не запалить. Вот. Держи. Вот пить. Сына не хочешь? С вами, милая дама. Мне выпить за нихуй делать. Секунь. Секунь. Так, первая ссылка. Олег, поставь на паузу. Я чувствую приближение светлого вастелина. Это нормально, что у меня пока ничего не играет? Пойду по сути. Ну, вообще, должно играть. Сейчас играет? Нет, прокрут колесико странно крутит. Ну, блядь, печально. Обнови страницу. То есть, так-то все должно работать. Сейчас я на паузу поставил. Да, да, все работает. Стоит на паузе, да? Да, да, да. Окей, нажимаю play. Кесло, ёпта, ты же ебал, мне колы забивать. Я не лягал в армии, я же сейчас. Они же, блядь, сидели, они же это, блядь, обсуждали, писали сценарий. Кто, блядь, додумался, что вот это, нахуй, смешно, что чувак играет в футбол и делает дых-дых-дых-дых. Блядь, ну, типа... Я просто не понимаю, как это произошло. То есть, ну, типа, там, Хованский, там, еще какие-то люди. Ну, они жду, блядь, они самые не смешные. Люди в интернете. Как это произошло? Ты просто не понимаешь, мета-модерн, это как бы специально задумано. Это по-пост-ирония, блядь, анти-хайп, нахуй. Мета-модерн, мета-модерн, как там было в этой хуйне. Нет, мне кажется, тут все проще, им как бы весело проводить время за этим. А люди, которые это смотрят, ну, типа, это категория людей, которым просто нравится смотреть на Хованского. Ну, есть такое, пишут, что это единственная претензия. Моя претензия более общая. То есть, почему, блядь, когда вы там действительно садитесь, инвестируете какие-то деньги, инвестируете какие-то силы, почему нельзя чуть-чуть постараться и снять менее говно. Потому что хуже этого я, по-моему, вообще ничего не видел за последнее время. Тут ничего смешного нет. Да, почему нет? Ни шутки, ни персонажей, ни актерской игры, просто ничего нет. Ну, блин. Ни спецэффекты. Да, да нахуй спецэффекты. Я имею в виду, как бы в видео, блядь, режу воду 10 часов, в нем больше юмора, чем вот в этом говне. Просто почему нельзя? Ну, как бы, почему нельзя, допустим, позвать людей, каких-нибудь сценаристов, которые вам шутки нормальные, напишут. Непрофессиональных, любых, хотя бы, как люди. Ну, особенно, да, блядь. Ну, проблем кого-нибудь. Любой хайлайн профессора Иванова, он на две головы смешнее, блядь, чем ядерные братва. Вот в этом проблема. Да все смешнее, это ядерные братвы, где вообще ничего смешного нет. То есть, блядь, если... Ну, сейчас довольно смешно стало, да. Когда ты разбирать эту хуйню начал, блядь. Почему не смешно, блядь. Окей. Закажите третий сезон Russian Stand-Up, дорогие зрители, блядь. Который на минуточку шесть лет назад вышел. Блядь, в третьем сезоне Russian Stand-Up хотя бы спиженные шутки смешные были. То есть, знаешь, спиженных шуток были, блядь, нет. Ну, там кроме нескольких роликов Антонио Клауна вообще ничего смешного не было. То есть, ну, типа, вот от слов совсем. Блядь, а я не помню, я не смотрел, по-моему, ни одного ролика. А-а-а-а, я смотрел все серии чего. А, нет, там еще... Короче, дорогие зрители, давайте заказывайте. Там еще была сцена, там еще была охуенная сцена, когда Линк пытается спиздить мотоцикл, потому что, понимаешь, он цыган. Кто делает мишу, 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 мишу. И когда Линк мотоцикл пиздит, как бы, и типа, все. Вот от слов совсем. Так, ладно. А, нет, секунду. Я сон бибу, 100 рублей. Ты, мразота, с читами меня дрючил! И где мое пиво? Чупа! Чупа, ебать тебя в сранник, принеси мне пиво! Ты все-таки отстренный, хороший. Не по себе он мне тут. Опа! Сейчас, отойду вернусь. Опа, глянь. Ох, не знаю. Куда же я бы спрятал годовой сети? Ну, я как бы живу с мамой, но у меня есть тачка, можно в ней поебаться. Мама, тебе не понадобится в светлом царстве нашего лысого создателя. Нет, ну как это не понадобится? А кто мне трусели обои дистирать? Ну, ты не переживай, в тачке ебаться даже удобнее. Светлое царство нашего лысого создателя скоро настанет на всей земле. Ты это... Слушай, ты походу не сечешь, про чай я тебя толкую. Я ебать тебя буду. Хуем своим, понимаешь? Слушай, вино какое-то у вас конченое, блядь, на вкус как ржавчина. Есть у вас что-нибудь, блядь, вискарь или конина какая-нибудь? Ладно, короче, пока маргинал ушел, подписывайся на канал Твич Бибель ТВ, на канал с хайлайтом подписывайся на YouTube, на Бибель ТВ, хайлайт все такое. Олег, Олег, там страшные вещи происходят. Может быть, другой барбершоп найдем, а? Там хотя бы кто-то воссийте будет. Слушай меня сюда, усы кошачьи. Я что, неясно сказал? Будешь мешать играть в фифу? Я тебя убью. Ну, там такое творится. Ты что, не понял меня? Я убил тебя жизни, или... Вы ничего не понимаете? Новые парни турбо были, блядь, смешные. Это говно какое-то. Ну, вот, кстати, у тебя авторитетное мнение, потому что, блядь, по-моему, никто больше не смотрел, нахуй. По крайней мере, из нашего окружения новых парней турбо. Я в душе не ебать. Что это вообще такое? Я в душе не ебать. Что там происходит, блядь, в новых парнях турбо? Понятия не имею. То есть, вот... Это гачи-гачи, что ли, в видео какое-то? Это может быть, может быть, мне из-за этого не заходят ядерная братва. Не знаю, не знаю. Я думаю, они могли бы Кузьму заманить в этот проект, назвав его «Ядерная ботва». Идем дальше. Понял, понял. Только, Олег, по лицу не бей. Я по бомбе сейчас все скажу. Он нас спасет. Понятно? Бомба, бомба, ты где? Бомба, бомба, что с тобой? Теперь ты после такого-то мне точно дашь? Конечно. О, великий Оксимирон, не спошли нам новый альбом. Подари нам новое откровение. Прими эту жертву во имя искупения. Я спасу тебя, Лардо! Сука, я, парень, брата, что вы, блядь, зазлютешь? Сука, вы, блядь, я так начинаю мать! Я, блядь, парни, сука, служил для чего, что ты говно! О, ебали мне, блядь, сука, фигу! Ух ты, пойдем сюда, парень, вы мне! Самая темная ночь перед рассветом. Да, это... Эта фраза, она применима к процессу просмотра ядерной братвы, блядь. Так, Кек, 100 рублей. Правильно я понимаю, как работает наука? Мы высираем аксиоматические утверждения, подтвержденные опытом, после чего выводим новые заключения из аксиоматических с помощью материальной импликации. А для описания всего этого цирка используем логическую теорию в рамках формального языка. Я ничего не выпускаю. Так, на секундочку, я знаю, как на самом деле. Так, давай. Очень просто. Мы берем чуваков, да? Мы запираем их в концентрационный лагерь и начинаем с ними творить всякую безумную хуйню. Вот. Вот это, я понимаю, наука. Да, так работает наука. В Германии, по крайней мере. Да. Не, я хочу сказать... Помимо этого, я хотел бы сказать, что есть такая книга Томаса Куна «Структура научных революций». Там, посмотри, про смену парадигм, про всякое такое. Вот, она просто очень написана, считается несложно. А потом, а потом, прочитай против метода Павлев и Рабинта, и все. Больше вопросов у тебя не будет про то, как, собственно, наука развивается. Жожа, 100 рублей. Марго, смотришь стримы Хованского с Сарматом? Если да, то как тебе? Согласен, что это один из лучших развлекательных подкастов на русском? Согласен, на-первых. Перестал смотреть, потому что лично мне надоело, но это чисто вот мое. То есть я просто какое-то время слушал каждый просто эфир, и меня просто со временем заебло. То есть, ну как заебет все что угодно. По-моему, норм. Если бы Юра еще на артификса бочку не катил бы вообще заебить было. Хованский, Хованский он смешной, когда он просто пиздит, то есть, когда у него нет сценария, когда мы, как мы в Германии любим, как бы, значит, берем Хованского, встановим его в какое-то сапертое помещение, даем ему микрофон, он просто начинает диалог вести. Тогда Хованский смешной. Когда Хованский начинает писать сценарий, когда Хованский начинает шутки, это полный. Собирать деньги на проект. Яр, извини, закрытое помещение, это душевая кабинка? Блядь, на китокасу, ты только сейчас до этого допер. Большая душевая кабинка. Без шлангов на душе. Да. Так. По скриптум. Юра тебе слово плохо не сказал, вроде, а ты столько желчи, при этом стримишь с поломанным подсосом, который же показал свою суть. Ну зачем ты так, парамедика? Блядь, какая хуйня. Не, никакой желчи. Типа, это просто моя, как бы мои впечатления от ядерной братвы. Я как бы, блядь, этот выпуск смотрел. То есть я сейчас смотрю эту хуйню второй раз в жизни. Попробую просто вот занять мое место. Я вынужден это смотреть, потому что за это заплатили. Да. То есть я предчувствую, что люди, увидев мою реакцию, закинут еще. И как бы у меня смешат эмоции. Я деньги хочу, блядь. Но с другой, я не хочу ядерную братву, блядь. Вот тут, да. Никакой желчи. Это как дилемма, короче, соглашаться на секс втроем, как бы, или работать как обычно, как бы у проституток. Вот такая вот херня. Жизай. У меня такая налогия просто в голове возникла. Не берите голову. Скорее дилемма, как бы пиарить выборы в России. Не, ну на самом деле, это никакой желчи по отношению к Хованскому абсолютно нет, с моей точки зрения. Мне просто конкретно этот проект не понравился, и конкретно его заказали за деньги. Если бы заказали что-нибудь из Хованского, что я находил смешным, то типа вот этой вот, как ты выразился, желчи бы не было бы. Но этого делать не будут, потому что, ну типа, ну хуя, зачем? Лучше заказать какую-то полную хуйню, блядь, чтобы у стримера разрывалась срака просто от того, что происходит. Я просто понял, что люди, когда заказывают видео, они в основном это делают именно для того, чтобы посмотреть, как у стримера горит жопа. Это не побочный какой-то бонус, как я раньше считал, типа, а, вот иногда можно заказать говно и посмотреть, что происходит. Нет, это, блядь, основное, зачем видео вообще заказывают. Основное, понимаете? То есть, я эксперимент провел, да, то есть я снизил просто, какое-то время можно было любое видео за 100 закидывать, можно было закинуть что-нибудь интересное. Ничего не было. Одно говно, блядь. Я мог это скипать, и все, и сяк, рок изобилия, хуям. Пришлось вернуться, сделать дороже, ну я сделал дороже, закидывать стали больше. Почему? Потому что я скипнуть не могу, вынужден смотреть говно. Потому что вот именно это и весело. Вот в этом печаль небольшая. А желчек Юрия у меня какой нет. Смотрим дальше. Я просто тварь и хотел за Россию, Хорватию победить, а вы, вы не люди, блядь, не люди. Блядь, ладно, нам тут делать нечего, короче. Сбирайте PlayStation, ржавое вино, и погнали отсюда. Ну что, ты прав, энергетика тут не к черту. Сейчас, сейчас, пацаны. Так, ПП адский огонь, 100 рублей, хованский хуесо, ставьте дизлайки. Не, не надо, я против травли хованского тоже. Хотя, дизлайки, кстати, на ютубе нихуя не делают, то есть, можете мне задизлайкать, вот, хуйню. правда, это уже, типа, я, напоминаю, у нас идет такая небольшая мини-игра, встроенная, значит, мы выравниваем полоску лайков и дизлайков, сейчас 365 лайков, и 305 дизлайков, не хватает 60 дизлайков. Вот, поэтому, как бы, давайте, ставим оценки, короче, стриму, так, чтобы было ровно, потому что дизлайки работают ровно так же, как лайки, они вообще нихуя не отличаются, сейчас, в алгоритме ютуба, серьезно, то есть, вообще никак. Идем дальше. Кузьма свинья, 100 рублей, ядерная братва, это как каждая шутка, как удар по ебалу, правда, шуток нет, но по ебалу все равно прилетает, ну, наверное. Солдат! Пора отступать, в раку ворот, бегом! Ничего, создатель, мы еще добьемся своего. Так, ну, знаете, я думаю, стоит отдохнуть от кринжа немножко. Эта музыка продолжает играть, меня сейчас возьму, возможно, на этих дебатах меня задавят логикой и цифрами, но я считаю, что так же, как и мой предшественник, Константин Семин, который храбро вышел на дебаты против коммунистов, от админа, я должна победить вас лирикой. Именно поэтому я сейчас зачитаю вам рэп. Да, но Семин проиграл. Неважно, он голосование показало, что он прав. Так вот, мой крутой рэп на этот стрим. Начинаем. Сегодня Фокси Микс пришла на пир, на мой великолепный дебатерский стрим. Здесь, здесь ежи есть и зрители не против, чтобы мы с тобою в глотке в андиле когти. Окей, Савельев, твой профессор, чудик, и фрик. Откуда непонятно на ТВ возник. Для них это кумир, я слышу их научный лай. Но все, что хочет от тебя, Савельев, это чай. Чай, всего лишь чай, Ксюша, чаечек. В тебя уже летит моего рэпа Розга. Ты веришь не умом, а нищетой мозга. Профессор, 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 ты как Егор Погром, что вводит войска в Украину. Ольга, рака, ты как Михаил Утопиан, что признал, что сосет фрибу. Ты не феминистка, ты не мизандрика, я тебя не понимаю, но это моя страничка в Твиттере. Желаю всем суицидального состояния. Раунд. Я победила, я сделала все, что хотела найти в Твиттере. Ответь на мой флекс, давай. Понимаете, стихами, я... Это не стихи, это рэп. Гляпк. Я, наверное, решила... Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok